Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Рабочие будни начались, поэтому давайте заниматься вплотную графиками криптовалют. Посмотрим, какая ситуация на рынке. Также посмотрим, отыграл ли предыдущий прогноз. И что нам с вами стоит ожидать от рынка. В прошлом выпуске я говорил, что вероятнее всего эфириум на уровне 160 долларов себе отыграл. И если он и пойдет выше, то где-то плюс-минус до уровня 165 все равно там будет откатываться. Также обращал внимание на то, что по эфиру довольно сильно снизились объемы. Ну, и сейчас мы с вами увидели красную соплю вниз. На данный момент фундаментально она ничем не подкреплена, но держим в уме то, что вероятнее всего опять перенесут Константинополь. Чего лично я бы не хотел, но команда Бутырина отличается стабильными переносами своих апдейтов. Увидим, на данный момент эфириум подходит вплотную к своей поддержке 135 долларов. Вероятнее всего, мы оттуда увидим с вами небольшой отскок, но продолжение все-таки я вижу в нисходящем канале. И цель по эфиру, которую ожидаем в среднесрочной перспективе, будет находиться где-то в районе 125-130 долларов. По биткоину чего-то сверхъестественного мы с вами не наблюдаем. Несмотря на то, что он тоже дампанулся, но дампанулся он внутри канала. Как, собственно говоря, из прошлого прогноза мне говорят, ты что он там вырос? Он вырос точно так же внутри канала. Этот канал я обозначал. Это 3750, ну, 400 максимум. Это у нас с вами такой локальный боковик. И на данный момент мы просто ушли к нижней границе этого локального боковика. Другой момент то, что у нас с вами есть глобальная фаза накоплений. Это 3 400-4 200. Мы с вами находимся плюс-минус у сопротивления этого канала. Поэтому, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе мы с вами можем ожидать пробой уровня 3800 долларов. По точкам входа по биткоину их на самом деле хороших две. Это 3 350. Самая такая идеальная точка входа. Ну и самое наиболее вероятнее это плюс-минус 3550-3600. Там в рамках канала мы с вами должны наблюдать довольно неплохой отскок. Если смотреть биткоин совсем краткосрочно, то вероятнее всего мы должны будем отыграть этот дамп и прогуляться в уровень 3900, но вероятнее дальнейший поход будет все-таки вниз. Поэтому сейчас наибольшей вероятностью с небольшими объемами, с большими лонгами мы с вами можем ожидать именно откат. Поэтому Fiat на данный момент у меня на готове, но еще не в работе. Не забывайте, что лучшая благодарность автору это ваш лайк и подписка, также оставленный комментарий. Всем всего самого наилучшего. Работаем! Субтитры сделал DimaTorzok